Начнем мы сегодня, наверное, с экспериментов, которые я хотел вчера показать, но, к сожалению, у нас все это затянулось, и вчера мы не успели посмотреть, потому что как раз-таки завершающей темой вчера была именно тема, связанная с звукоизоляционными свойствами материалов. Мы поговорили о том, какие свойства у общестроительных материалов звукоизоляционных, такие как кирпич, бетон, гипсокартон, и, соответственно, посмотрели, какие есть материалы специализированные для звукоизоляции, действительно те, которые работают по звукоизоляции, и, соответственно, те материалы, которые якобы работают по звукоизоляции, но, к сожалению, таковыми не являются звукоизоляционными, и, соответственно, уточнили момент, связанный с тем, что у нас есть материалы для акустической обработки помещения, которые не являются также звукоизоляционными, которые немножечко вносят, конечно же, какую-то определенную долю звукоизоляции. И опять-таки, как мы так краем затронули, то, что в принципе любой материал, который отличается по плотности от плотности воздуха, может являться звукоизоляционным материалом, потому что так, просто он другой и все. То есть отличается от воздуха. Значит, он может являться препятствием для распространения звука в воздушной среде. Соответственно, мы уточнили, что есть именно акустические материалы, которые работают именно с акустикой помещения, формируют именно поле внутри помещения акустическое и никаким образом практически не влияют, либо в самом маленьком проценте влияют на звукоизоляцию ограждающей конструкции. Давайте немножко поэкспериментируем. С различными материалами, да? В том числе и с теми, которые мы, кстати говоря, обсуждали. Микрофончик неудоб, что мне придется выключить, к сожалению. Сейчас я его положу. О, с ожиданием его помочь. Хорошо. Пока что, пока что, пока что, пока что. Сейчас отключим шумомер. Итак, первый материал, который как раз-таки мы, наверное, поэкспериментируем, это прямо вот именно наш материал, кофоник STGK, так называемый, тот, который предназначен для звукоизоляции именно инженерных систем. То есть вентиляция, канализация и прочие-прочие вещи. Вот здесь у меня есть вот такая канализационная стандартная труба диаметром 110 миллиметров. Вот такая вот она. Сейчас я сюда помещу колоночку. А где колоночка? А, я ее спрятал. Сейчас я сюда помещу, соответственно, колоночку. Включу белый шум, так называемый. И мы попробуем, послушаем вместе с вами и посмотрим на шумомер, что она будет показывать, когда у нас труба просто голая, и когда, соответственно, у нас труба будет обернута нашим материалом. Вот так она у нас будет шуметь. Вот так она у нас будет. Соответственно, я включил белый шум и посмотрим, что нам будет показывать сейчас шумомер. Ну, 66 где-то децибел, примерно так. Максимум на 70. Ну, это я говорю, он тоже, соответственно, улавливает и показывает максимум. Так, теперь, соответственно, я закрываю. Так, теперь, соответственно, я закрываю. Ну, 62-63 обычно он показывает где-то на 5-6 децибел. Порядок есть такой. На самом деле, я еще не нашел свою правильную трубу. Пришлось мне использовать другую. Ну, 61-62, хорошо. Ну, сейчас ближе к истине, да, то есть 68, 62 где-то показывает, соответственно, обвес, и 62 с изоляцией, то есть это порядок вот 5-6 децибел. Еще разок. Да, то есть 5-6 децибел. Я не знаю, как бы, как, насколько вам вот слышно именно, если я вот... Это там пупивак работает, видите что. Да. Ну, возможно. Вот. То есть это действительно 5-6 децибел. Это достаточно такая приличная, в общем-то, цифра для, ну, такого тоненького материала вполне. И по слуховым ощущениям, на самом-то деле, для нас, для человеческого уха, это достаточно прилично. 6 децибел. Вначение, как правило, 6 децибел мы определяем, как тише в два раза. Ну, вот такой есть. То есть это практически опытным путем, скажем так, выяснено. Да, то есть если, в принципе, ситуация, если у меня есть, допустим, усилитель, да, и колон. Я включаю какой-то тот же самый белый шум. Например, смотрю, у меня, значит, 70 децибел, допустим, показывает шумомер. Вы сидите, слушайте, вы не видите, что показывает шумомер. Я снижаю на 6 децибел, у меня шумомер показывает, соответственно, 64 децибела, а не 70 децибел. И спрашиваю вас, насколько это стало тише. Скорее всего, вы скажете, что в два раза. Вот такая вот статистика, то есть так работает человеческая уха. Вот, это у нас есть. Больше у нас шумомер не понадобится, я ее не включу. Так, и... Про второй часть, да? В телефонах такая программа есть, заменитель шума? Да, есть такая программа. Могу вам пару слов сказать. Буквально мы с Алексеем, ну, с моим коллегой, да, который вчера был, сегодня тоже он будет попозже. Снимали видео на той неделе по поводу шумомеров, которые являются приложением на мобильный телефон. Вот, это видео у нас будет на канале, вы его увидите, я думаю, что и в инстаграме мы его тоже опубликуем. Значит, получается ситуация следующая, что, к сожалению, ни одно приложение адекватно не показывает. Разброс очень большой, и это не зависит ни от приложения, ни от телефона. То есть, мы делали как бы двойной эксперимент, мы взяли пять приложений, скачали на один телефон. И на одном телефоне каждое приложение показало разный результат. И сделали обратную ситуацию. Взяли пять разных телефонов, и формата там китайский телефон, да, Apple, Samsung. Скачали одно и то же приложение, и посмотрели, как одно и то же приложение показывает на разных телефонах, оказалось тоже везде разный результат. То есть, к сожалению, даже использовать для какой-либо оценки такого рода приложения невозможно. Единственный момент, что есть приложения, которые позволяют делать калибровку. То есть, у них есть возможность настройки откалибровать, ну, скажем так, микрофон. Ну, даже не то, чтобы откалибровать микрофон, на самом деле там все гораздо проще. То есть, ты либо прибавляешь децибелы, либо убавляешь показания децибел. Вот и все. Ну, а мы, соответственно, сравнивали с эталоном, с поверенным шумомером, да, вот с нашим, да. То есть, он поверенный, он каждый там определенный срок проходит, соответственно, аттестацию в специальном органе, да. Вот, ему делают поверку. Вот, то есть, если иметь вот такой вот шумомер в доступе, да, то можно откалибровать это приложение. Допустим, приложение показывает там плюс, ну, не то, что плюс, допустим, там показывает, не знаю, там 55 децибел, а шумомер показывает 50 децибел. То есть, я захожу просто в настройки в приложении, делаю минус 5 децибел, довожу до уровня 50 децибел. Тогда, соответственно, уже как бы адекватность такая показывает. Вот. Ну, я не знаю, если кому-то интересно, вы можете в перерыве скачать приложение шумомер, да, и мы можем его откалибровать. Вот. Да практически мы взяли, по-моему, типа там 5 самых популярных практически. Вот вы набираете там шумомер, и вот любое там скачиваете, да, вот. Можете там несколько скачать и посмотреть, где есть настройка именно калибровка. Вот. Вторая часть эксперимента, соответственно, по поводу материалов и звукоизоляционных свойств. Сейчас, соответственно, я тоже буду включать здесь, ну, даже я так, сейчас включим какую-нибудь музычку, не обязательно белый шум. Вот. Включим какую-нибудь музычку и будем накрывать, соответственно, здесь разными материалами и посмотрим, насколько каждый из материалов, соответственно, снижает именно шум. Вот. И сразу же обращу внимание, даже вот та же самая минеральная вата, которая говорится, что это именно звукоизоляция, что она будет не очень хорошо звукоизолировать, а те же самые, допустим, какие-то тонкие материалы, которые имеют достаточно большую массу и плотные, соответственно, непроницаемые, как бы непродуваемые, они будут изолировать намного лучше. Давайте начнем с экструдированного пенополистирола. Ну, тоже как бы немножко будет влиять, да, то есть я вообще чуть-чуть прижимаю или чуть-чуть не прижимаю, потому что это метично. Просто кусочек меньше. Какой-лифлотный металл. То есть вот продумаемость очень сильный такой фактор на самом деле, потому что я вам покажу, что именно здесь, я прям слышу, что просто через нее проходит. Ну, можете, может быть, в перерыве, можно тоже самое повторить, вы можете подойти и именно услышать то, что проходит прямо вот напрямую. Потому что тоже самое экструдированное, естественно, что он непродуваемый, да, и даже я его так положил, где он очень сильный, получается. Полителен. Ну, он, конечно, очень тонкий, но тем не менее. То есть он работает точно так же, как минвата, потому что, опять-таки, он проздуваемый материал, это глобусо-користый, то есть он все-таки не звукопоздационный, он не звукопоплощающий материал. Опять-таки, керамидка, да, которая именно для пультической обработки используется часто, и то, что пунктует иногда. Да, вот, мне так удобно будет. Давайте еще разок, мало ли, просто не слышно было, да, где-то там, то, что я говорил. Файбер, звукопоглощающий материал. Полиэтилен. Можно и шумомер включить, но, как бы, я думаю, что вам, ну, слышно, да, на слух просто. Пенополистирол был, да, минвата. Ну, вот, теперь давайте уже, как бы, перейдем именно к массивным материалам. Причем тут, как бы, и бас такой пошел достаточно, да? Это из TGK, да. Да, верно. Вот просто это материал GK, но это, по сути, это аналог именно мембране саундлок. Ну, то есть, вот, 2 мм, да, большая достаточно плотность, 4 кг на квадрат в 2 мм. Ну, вот, как бы я тут, ну, не старался, все равно просто проходит. Ну, это, соответственно, это полтинник. Пенополистирол, 50 мм. Да, и пирамидка. Ну, вот, как бы, это, вот, показатель того, что это именно звукопоглощающий материал, и он, как бы, сам по себе звукоизоляции большой не обладает. Вот еще, еще вот такой есть у меня полиэтилен. Да, фольгированный он еще, да. Тут самоклейка. Ну, вот, пожалуй, вот так вот. Я думаю, что наглядно все, в общем-то, как бы убедились, да, в чем разница. Вот. А еще у меня даже, кстати говоря, вот такая панелька же есть, про которую я тоже говорил. Это панель звукоизоляционная, так называемая. Сейчас я расскажу по поводу нее. Нет, панель не наш, да. Но, опять-таки, да, вот мы видим, что вот это вот достаточно эффективно, да. И, соответственно, это эффективно. Вот. Но тут, соответственно, толщина 13 миллиметров, насколько я помню, а это 2 миллиметра, да, всего лишь. То есть, да, вот это вот именно с кварцевым песком. То есть масса у нее, да, достаточно большая. Ну, она больше, потому что она просто толще элементарно. То есть, даже если любую мембрану взять там, ну, в большей толщине, она, естественно, что еще больше будет давать звукоизоляцию. Ну, вот примерно так. Вот так вот работают различные материалы. Да, то есть еще раз мы посмотрели на то, что очень важный фактор – это плотность, именно масса материала. В общем-то, это один из главных таких вот моментов, который влияет на звукоизоляционные свойства. Извините, ну, это bottoms вы. Ты Cardo. Батышка. Продолжение следует...